здравствуйте как поднять цену на свои услуги и сохранить клиентов невозможно просто подняв цену на свои услуги вы плетете новых клиентов те которые готовы будут платить вам оплачивать вам ваши услуги за эти деньги те кто на самом деле верит вам и понимает что до ваши услуги стоят этих денег они пряне останутся объявить им доказывать что ты не жираф там что вот и стоишь раньше до 100 три рубля сегодня тоже стоит 20 но это тоже очень удивительный аспект у меня как раз недавно совсем была консультация по этому поводу да тоже пришла девушка на тоже там космобил энергет и довольно таки неплохой правда да то есть она мне там берут выше палец нечаянно в университете открывал двери а девушка толкнула и ну разбила палец мне прям очень сильно большой на руке и она в принципе там 15 минут у меня и прям почувствовал я сейчас хотим шевелить начал очень удивительный человек она денег вообще не берет а пришла она для того чтобы устроиться ко мне на работу там ну кем-то там полы помыть там или еще что-то там сделать за день и мы с ней начали говорить я говорю ты же понимаешь что все это от лукавого да это гордыня твоя ну по сути своей не брать деньги за свои услуги я вам открою тайну у меня тоже был такой удивительный случай ко мне пришла девушка мы с ним просто знакомая хорошая мы с ней просто посидели и она там есть такое такой момент что когда больше там вот определенного времени в разговоре с любым психологом психотерапевтом человек проваливается в процесс то есть я не просил ее проваливаться процесс но так получилось просто человек провалился даму вытащили эту ситуацию но нельзя человек когда человек провалился процесс нельзя уже ну то есть она довести до ума то есть принять эту ситуацию осознать простить там себя вот именно в том моменте где это было где это было больно то есть там скажем так ну решить вопрос но так получилось что мне нужно было срочно бежать время меня поджимала и я убежал все давай я поехал ну правда опаздывать люди тут не прошло там час она мне пишет письмо смс-ку там поцапные все будет спасибо меня гид машина сзади ударила то есть рассчиталось ну то есть поэтому если вы не берете денег за свои услуги то вы в принципе подвергаете людей опасности вы должны это четко ясно понимать если это ну психологические услуги любые вы даете через вас идет какая-то энергия да то есть эта энергия это тоже энергии деньги тоже энергии это происходит взаимообмен когда человек начинает осознавать в это что это не игра что это очень глубоко мы работаем с сознанием и это правда очень глубоко то есть там такие аспекты когда там у меня был клиент который пришел в ситуацию где ему было 10 месяцев он на руках у матери а отец бьет маму а мама им как щитом прикрывается у парня экзема там четырех лет до 37 до 36 не проходила вообще то есть он мучился все время с этой экземы отцепилась ушла это правда очень глубокий момент поэтому такая ситуация о юлия здравствуй юлия после занятия по нейрографики и дыхательных практик впадают депрессии всплывают картинки из прошлого в итоге становится только хуже классно это тоже очень удивительный такой момент спасибо юлия за вопрос это ну правда очень хороший вопрос то есть этот момент духовных искателей да то есть мы постоянно куда-то идем да то есть нам интересно все новое 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 а вот это посмотрите а вот это посмотреть и я тебя прекрасно понимаю сам такой да то есть всегда у меня особенно когда я в москве учился там времени было много свободного да и каждую субботу воскресенье я ходил на какие-то тренинги на какие-то дыхательные там штуки там на чё только не честно говоря на чё только не ходил и да это было правда очень интересно познавательно да потому что я сам пришел из космоса энергетики в психологию и я понимаю чем здесь очень интересный момент не игра дыхательных практик дыхать чем мы дышим нейрографика и дыхательных практик впадают депрессию всплывают картинки дышим животом в животе все инстинкты самый умный мозг это живот там такая огромная нейронная сеть отвечающая за старый мозг за все инстинкт их 5 помните да сбежать взяться съесть срыгнуться в окупица по-моему сбежать сжаться съесть согнуться в окупица до 5 и там ты подсознательно когда ты дышишь почему у нас вот мы когда на тренинге есть да у нас тоже там есть такая маленький кусочек дыхательных практик чтобы зайти подсознание сознание туда уже глубоко нырнуть но нырнуть чтобы вытащить оттуда и прожить этот момент а когда ты просто дышишь ты вот вытащила это глубоко очень сидящие моменты да то есть те организаторы такие да у тебя есть какие-то там желания твои да на них нужна прана да то есть мы говорили да то закон ома для полной цепи это ну божественный закон вселенной да при едином напряжении при единой божественной силы чем больше твое сопротивление тем меньше твоя жизненная сила жизненная сила это и есть в принципе прана да то есть психическая сила и называть жизненная сила и важно и когда ты поставила задачу тебе начали выходить картинки это очень здорово и если человек кто этим занимается не понимает что он делает то лучше к нему не ходить потому что тут ну если ты очень глубоко нырнешь туда да это должно быть безопасно прежде всего для клиента да то есть человек когда приходит ко мне игры мы всегда садимся или на тренинге это безопасно потому что я здесь с вами рядом это безопасно когда человек дышит и не понимает что он делает с клиентами да потому что его так научили да у него своя психика у него свои цели у него свои там многих людей есть цели задачи там построение коммунизма и прочего прочего там прицепление там какие-нибудь энергосущностям но это это их задачи это их момент но не дать человеку который пришел к тебе самостоятельно потом проживать принятие этих образов да это ну это ну это правда это я не хочу сказать беги от этого человека не беги да то есть ты сама в праве выбирать сама вправе понимать куда ты идешь зачем ты это делаешь да и для чего тебе это дано да то есть у тебя есть какие-то там свои желания которые у тебя то я точно знаю что есть желание да которые ты готова выстроить тебе просто пришла жизненная сила здесь в этом моменте тогда просто осознать надо понять а кто сейчас находится у тебя там в депрессии то есть кто конкретно да какие картинки всплывают смотреть где-то там запретила себе жить то есть тебе осознание выдает образы что нужно принять сегодня и депрессия это удивительное состояние но это правда очень удивительное состояние в котором все это принимается мы говорили же да пять моментов вообще принятия ну как бы дорожкой да из пяти пунктов первое почему это я почему мне да потом за что потом начинается торг да а я вот делаю вот это вот я сейчас делаю хороший поступок а мне за это бог там подаст а я вот пойду в молитвы там буду молиться ходить церковь там и мне в за это бог даст не даст и у него нет желания давать чего-то и он в принципе не дает мы говорили же да что все что не происходит с тобой да это всего лишь стоит твое замысливание да то есть в каком состоянии ты сейчас находишься и любой эгрегор ну скажем так не важно какой-то эгрегор да там православный эгрегор мусульманский эгрегор ну то есть не будем сейчас там подаваться в эзотерику там и в эти моменты да то есть то к чему то в каком состоянии ты находишься на сегодняшний день вот там она только усиливается то есть я всегда говорю либо ты принимаешь эту ситуацию с благодарностью осознавая зачем она тебе пришла либо ты и получаешь благодарность в итоге идешь с этой благодарностью дальше жить и в благодарение получаешь благодать благодарение благословления либо ты начинаешь всех осуждать в обиду впадаешь и тогда приходит больше 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 обиду как вот в этом вопросе боясь или страх быть богатой или бедной там не боясь страха быть богатой или бедной там боясь страх что долги тебя раздавят да виктория это вот но это прям четко прослеживается потому что перестань всех спасать и начни сама жить просто для себя самой и все твои обязательства растворяться как научиться контролировать вспышки негативных эмоций а что такое негативная эмоция негативная эмоция а чё и а какие еще есть что такое вообще эмоция эмоция это такая интересная вещь это производное ощущение чувств просто ощущение чувства да то есть мы говорили статор ротор они крутятся и вырабатывается эмоция это как раз то самое замысливание когда происходит ну давайте там в вашем понимании негативная эмоция это очень так интересно да то есть второй вариант начинаешь ее зажимать да ты же должен быть хорошим начинаешь сдавливаться как пружина потом эта пружина еще больше выстреливает и становится больно не только тебе но и всем вокруг тебя здесь нужно просто наблюдать за этим просто наблюдать и смотреть а что с тобой происходит а с кем это происходит а какая роль сейчас пришла почему она травмирована а что со мной происходило раньше а где я себя не простила мы как раз вот это очень хорошо проходим на тренинге мы как раз туда вот в глубину я даю определенные ключи по которым можно зайти в любую глубину самого себя самому и дать возможность себе увидеть и простить внутри самого себя всю эту ситуацию которую ты себе создал ведь принципе там и получается тот самый наблюдатель замысливания то есть то что замысливание это то что стоит за мыслью то есть какое состояние в каком состоянии либо это состояние любви и благодарности да либо это состояние осуждения а что такое осуждение осуждение это разделение ты это не я и если мы начинаем да 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 маша до позиция наблюдателя позволяет быстро прожить и простить только вопрос кого самый главный аспект если ты будешь прощать других но это иллюзия не работает действия момент мы говорили об этом что простить можно только самого себя потому что это ты обиделся или обиделась тот человек твоим обидам никакого то конечно конечно можно себя именно в глубину со мной себя посмотреть что там произошло и мы как раз на тренинге это очень хорошо проходим то есть именно человек приходит осознает вот эту ситуацию до что он там обиделся на самого себя он запретил себе дальше жить и этот наблюдатель этот наблюдатель начинает создавать то наблюдаемое пока ты этот опыт не пройдешь потому что мы как биогенераторы помните мы говорили да весь смысл проживания на земле это быть дойной коровы для своей души такой метафора такая очень интересная да потому что если идти в глубину у нас же есть же тело есть душа там ну то все как положено весь набор инструментов не прикольные такие только я всегда говорю прежде чем ты скажешь что у тебя есть душа подумая сколько лет живет твоя душа а сколько живешь ты и кто у кого есть если ты после этого опять скажешь что да у тебя есть душа ну здорово ну кайфово побудь в этой иллюзии еще сколько там хочешь а если ты осознаешь что ты есть в души когда вопрос возникает зачем так же что проживать опыт и пофигу и кеппу ты будешь пожелать опыту ты выбора выбираешь там из твоего свободного выбора и как раз когда ты не прощаешь себя ты выбираешь опыт проживать и проживай это состояние этот опыт так называемые до того времени пока ты его не проживешь можешь проживать его год, можешь проживать его в студии психотерапевта 2 часа, час, а можешь всю жизнь, твой выбор, как ты пожелаешь, и тебе самый главный момент, в этом моменте ты можешь просить все, что угодно, ходить в церковь, стучать с лобом о пол, каяться, ходить, все это здорово, красивые такие инструменты, но они не работают, потому что пока не зайдешь в свой компьютер в тяжелый диск, не найдешь ту папку, ту программу, которая работает именно в этом направлении, не откроешь эту папку, не перепишешь там внутри эту программу, и тогда на следующий момент, когда будет происходить какая-то ситуация, мозг будет выдавать автоматом эту папку, а там будет другое, и в этом другом ты будешь проживать, жить ту жизнь по-другому, все очень просто, а когда происходит травма, очень интересный такой момент, опять же, если вы говорите цирком компьютера, когда у вас происходит удар, ты вытаскиваешь из компьютера, представьте, что он отключен от батарейки, да, и вы просто вытаскиваете провод из сети и опять включаете, что происходит с компьютером, он перезагружается, и вот это перезагружение происходит на протяжении всей всей вашей жизни, это просто ваша жизнь называется, вы постоянно перезагружаетесь, но тот опыт, пока вы не примете, пока не произойдет перезагрузка, чтобы вы работали дальше, как на небе, создавая, да, как на небе, так и на земле, помните, мы говорили об этом, великая молитва, да, великое напутствие к жизни, к действию, к осознанию вообще, как ты живешь и зачем ты живешь.